Приветствую, друзья! Ну, как вам начало весны? Заткопись, да? Ладно, оставим текущую ситуацию без комментариев. Давайте немного поговорим о том, что происходит среди IT-сферы и как нам, обычным пользователям, с этим справляться. По сети гуляет огромное количество постов различной степени правдоподобности. Реагировать на все однозначно не стоит. Важно сейчас, в нынешней ситуации, с текущей информационной войной соблюдать здравомыслие и думать своей головой. Потому что однозначно, нигде правды вы сейчас не увидите. Что же касается санкций, ухода зарубежных сервисов и компаний с российского рынка, то ситуация печальная, но не критичная. Давайте начнем с последних новостей. YouTube недавно объявил блокировку всех российских государственных каналов. Заблокированные вести 24, ТНТ, ну и многие другие. Естественно, как вы уже, наверное, понимаете или в курсе, такие меры YouTube не останутся без ответных решений со стороны нашего государства. Соответственно, в ближайшее время, скорее всего, YouTube будет полностью заблокирован. Но совсем паниковать я бы не стал. Во-первых, для меня, конечно, немного странно, почему YouTube пошли на такие меры. Потому что мы уже поняли на примере отключения монетизации, что они крайне заинтересованы в российском рынке, в присутствии своем в России. Из-за тотальной антироссийской пропаганды в YouTube, государство приказало YouTube удалить всю рекламу, связанную с пропагандой. На что YouTube решили отменить полностью всю монетизацию и все рекламные кампании на территории Российской Федерации. Ну, чтобы не фильтровать, потому что это действительно сложно и не факт, что вообще возможно. Поэтому отключили любую рекламу. Тем самым они показали, что готовы потерять очень сильно в прибыли, дабы остаться на российском рынке. Однако теперь YouTube заблокировал государственные каналы, а значит, ну, грубо говоря, объявил свою, так скажем, информационную войну, по крайней мере, власти Российской Федерации. Так что в ближайшее время, как я уже говорил, блокировка YouTube возможна. Паниковать не стоит. Почему? Во-первых, я не прощаюсь с надеждой, но вообще я уверен, что это продлится не более чем месяц-два. И я надеюсь и рассчитываю на то, что в ближайшее время все это устаканится и большинство санкций, так скажем, отменятся, и все компании IT-сферы вернутся в Россию. Это первое. Второе. Есть такая штука, как VPN-сервисы. Вы наверняка о них уже слышали. VPN позволит вам посещать те ресурсы, которые заблокированы и так далее. Так вот, недавно на своем сайте и в соцсетях я выкладывал список хороших VPN-сервисов, бесплатных в том числе. Поэтому рекомендую каждому завестись одним, а лучше двумя-тремя разными VPN-сервисами. Платные здесь в приоритете. Почему? Потому что надо понимать, что в ближайшее время нагрузка на бесплатные сервисы возрастет в десятки раз, и поэтому они могут работать нестабильно или очень медленно. Поэтому ссылка на них будет здесь. Ну и в описании я оставлю к этому ролику обязательно ссылку на VPN-сервисы. Обязательно проходите по ним. Скачивайте, устанавливайте себе, чтобы не остаться без YouTube и так далее. На самом деле большую опасность представляет не ограничение доступа к YouTube как таковой, а дело в том, что блокировать, скорее всего, будет Роскомнадзор так, как они обычно блокируют, а значит под раздачу могут попасть половина серверов Google, если вообще не все, что в свою очередь приведет к частичной парализации работы Google-сервисов в стране. Это Google-диск, Google-фото и так далее. Поэтому рекомендую настоятельно в ближайшее время, прямо в самое ближайшее время, позаботиться о своих цифровых данных. Если у вас есть фотографии, которые хранятся только в Google-фото, обязательно скачайте их на локальное хранилище, на ваш телефон, на компьютер, на внешний жесткий диск. Я думаю, имеет смысл присмотреться к другим фотохостингам или, как это правильно сказать, к аналогам. Если у вас есть важные данные, которые хранятся на Google-диске, есть смысл перейти на Яндекс-диск. Я, конечно, считаю его менее удобным, чем Google и сам пользуюсь Google-драйв. Но, тем не менее, если у меня завтра из-за ограничения YouTube, к примеру, пропадет доступ к моему Google-диску, мне это будет неудобно. А я этого не хочу. Соответственно, тоже приходится потихонечку переезжать на другие облачные сервисы. Ну и поскольку неизвестно, что будет с YouTube в ближайшие дни, оставляю ссылки на наш Telegram и ВКонтакте в описании. Понятно, что пока происходит то, что сейчас происходит. Ничего не устаканится, но рано или поздно все имеет свойство заканчиваться. Поэтому с нетерпением будем этого ждать. Идем далее по блокировкам. С 14 марта, то есть с будущего понедельника, Instagram станет недоступен на территории России. Что это значит? Это значит, что пора искать другие соцсети для того, чтобы потреблять или публиковать информацию. Поэтому все массово сейчас, я думаю, стекаются в Telegram. Telegram это на самом деле неплохой выход. Ну и также имеет смысл активизироваться во ВКонтакте. Я думаю, пора подарить этому старичку вторую жизнь, потому что на самом деле мало кто сможет спорить, что в последние годы ВКонтакте переживает не лучшие свои времена и мало кто туда уже стал заходить. Так что вот вторая жизнь для ВКонтакте. Десятого марта перестали работать платежные системы Visa и MasterCard. Опять же, очень печально, но не критично. Во-первых, никто никак не ограничит использование этих карт в стране. То есть внутри страны все работает и будет работать как и должно. Но единственное неудобство в том, что Google Pay и Apple Pay, так же как и Samsung Pay, это все-таки западные сервисы. Соответственно, западные сервисы не могут работать с картами, потому что Visa прекратила свои действия. И также не будут работать с нашими картами, стандартами и так далее. Сами карты работают. То есть в магазине вы же расплачиваетесь без проблем. Самая карточка не работает, только бесконтактный платеж, к которому мы так привыкли, который так удобен. Однако выход тоже есть. Есть наша платежная система Мир, которая тоже не просто так в свое время активно развивалась. Есть сервис Мирпэй. Для всех владельцев Android тут вообще без проблем. Качаем с PlayMarket Мирпэй. Привязываем к ней свою карту Мир любого банка и спокойно платим. Что касается Сберпэй, то он будет работать только с картами. Мир, выпущенными в Сбербанке. Никаких других банков. Если у вас есть карта Мир, выпущенная в Сбербанке, качайте Сберпэй. И также будет работать бесконтактная оплата через NFC в вашем телефоне. Но другая проблема. Мы все подсажены на западные онлайн сервисы. Это Netflix, это Spotify, это в конце концов Steam, куда без игр и так далее. Что делать в этих ситуациях? Ну, на самом деле, у кого-то многих получается платить через VPN. Вы можете попробовать. Если это не сработает, есть еще вариант. Есть платежная система UnionPay. Это китайская платежная система. В ближайшее время основные банки, такие как ВТБ, Сбербанк и так далее, будут выпускать карты этого стандарта. Ну и уже выпускает почта банк. Ну и другие банки. Их в списке я выведу где-нибудь здесь. Так что вы можете выпустить виртуальную, либо физическую карту стандарта UnionPay, которая позволит вам оплачивать западные сервисы. Ну, либо попробуйте через VPN. У кого-то может сработает, у кого-то не сработает. Я на самом деле не попробовал. Почему не попробовал? Потому что у меня большинство подписок кончалось в начале года. Поэтому на текущий момент все они активны и продлены. Благо, что подавляющее большинство подписок, уже оплаченных до этих событий, они продолжают работать. Чего не скажешь о Sony. Что касается игровой индустрии. Многие издатели игровые тоже покинули российский рынок. На время или не на время. Не знаю. Как с этим быть, что с этим делать. Вопрос интересный. Ну, первое, что приходит в голову, это использование других аккаунтов. Мы можем покупать аккаунты на серых, так скажем, площадках. Но это выход на самом деле такой себе. Не самый удобный. Те игры, которые доступны на площадках, но нет возможности совершить платеж. Здесь опять же может помочь карта UnionPay. Либо оплата через VPN. А вот если игра официально прекращает поставляться в Россию, прекращает работать, ну, есть торренты. Тут мне сказать больше нечего. Ну, а с консолями все еще интересней. Что касается коробочки от Microsoft, подписки, приобретенные на Xbox, хотя бы продолжают работать. Это уже радует. Ну, и кроме того, пока что, во всяком случае, остается возможность приобрести подписку по вменяемой цене, например, из Аргентины. А вот Sony решили поступить достаточно подлинненько. Они ограничили полностью регион, и подписку теперь приобрести невозможно. А для тех, кто не в курсе, для того, чтобы играть в онлайн игры на консоли PlayStation, вам необходима рабочая подписка. Поэтому Sony-воды пока распрощаются с онлайн играми. Поскольку я сам владельцем консоли не являюсь, у меня могут быть не самые актуальные данные. Напишите в комментариях, если ситуация как-то обходится, либо же она изменилась. Ну, а более подробную информацию о том, как дела обстоят на консолях, вы можете посмотреть в роликах с канала Infocube. Ссылки я оставлю в описании. Я на самом деле последние годы не сторонник пиратства. Почему? Потому что если мы хотим видеть больше новых хороших проектов, то нужно поддерживать разработчиков. Они выпустили хорошую игру, игра действительно оказалась хорошей. Игра заработала денег, они будут двигаться в этом направлении. Это понятно, так работает любой рынок. Однако, если сами издатели выходят с рынка страны, ну, сами виноваты, значит, будет вынужденное пиратство, либо какой-либо обход законов. Что касается узаконивания пиратства, сейчас по сети тоже гуляет очень большое количество новостей с этим связанных. Здесь ситуация не настолько однозначная, как многие могли подумать. Предложили внести законопроект, частично одобряющий, так скажем, распространение нелегального контента. Но только тех производителей, которые наложили санкции против страны. Что это значит? Ну, для начала, вот, например, у МТС уже стал доступен рутрекер. Частично рутрекер разблокирован, это хорошо. При этом само государство не поддерживает пиратство. Потому что, надо понимать, есть еще контент российский, есть наши фильмы, наша музыка, с которых все хотят зарабатывать. Именно потеря денег с российской цифровой продукцией и привела в свое время к ужесточению антипиратских законов. Что касается, якобы, ухода Microsoft с рынка России, тут тоже без паники. Во-первых, Windows у вас работать будет. Все 10 лицензионных копий в нашей стране. Пакет Microsoft Office тоже работать будет. Опять же, яркий пример, да, это Венесуэла. Венесуэла, это, пожалуй, самая санкционная страна. Ну, уже почти самая санкционная страна. И там ничто не мешает Windows спокойно обновляться. Лизензионным его копиям. Так что, за свою Windows не переживайте. За Office тоже. Если переживаете, то есть альтернативы. Сейчас, я думаю, будет активно популяризироваться тема Linux. У нас, кстати, тоже есть ролики на канале. Если вы до сих пор не знаете, что такое Linux, что он из себя представляет, с чем его едят, то, пожалуйста, переходите по ссылке в описании, посмотрите, что такое Linux. Есть достаточно много альтернатив популярным платным программам. Можно перейти на них. Есть там мой офис от российских, кстати, разработчиков. Есть неплохой китайский VPS офис. Есть Libre офис, который по умолчанию ставится в большинстве дистрибутивов Linux. Ну и так далее. Я, кстати, какое-то время назад делал ролик по бесплатным аналогам платных программ. Вот самое время, пожалуй, ознакомиться. Значит, в ближайшее время обзаведитесь VPN-сервисами, которые позволят вам все-таки не потерять доступ к своему любимому контенту или к своим любимым площадкам, сайтам и так далее. Позаботьтесь о сохранности ваших данных, которые лежат на Google Диск, на любых, на самом деле, западных хостингах, облачных сервисах и так далее. Самое время найти русские альтернативы или края китайские. Я думаю, вряд ли мы с китайцами поссоримся, по крайней мере, в ближайшие годы. И есть смысл, если вы пользуетесь подписками на западные сервисы, приложения и так далее, обзавестись картой стандарта UnionPay. Ну и если вы привыкли расплачиваться телефоном, то, как я уже и говорил раньше, ставьте себе приложение МирПэй, привязывайте карту Мир. Если нет карты Мир, пора обзавестись картой Мир. Но на самом деле, насколько я знаю, уже год как, в обязательном порядке, все социальные выплаты осуществляются на карту Мир. Поэтому, мне кажется, у большей части страны они все-таки есть. Ну, те, кто официально трудоустроен, по крайней мере. Ну и, пожалуй, все. Что еще добавить в этой ситуации, я не знаю. Всю политическую часть я оставлю вообще без комментариев. И без меня хватает диванных аналитиков. Ну их нахрен. В любом случае, видео продолжат выходить. В любом случае, они будут публиковаться ВКонтакте. И также в Телеграме. Ну и самые актуальные новости я буду публиковать в Телеграме. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш Телеграм-канал и на нашу группу ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Будем сохранять оптимизм. Всем желаю мирного неба над головой. Всем желаю позитива. До новых встреч. Надеюсь, что на Ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok